А если ребенок до определенного возраста верил в Бога, ходил в церковь, а потом подростковый эффект, и он перестал верить, отказался и от церкви, и родителей не понимает, что в этом случае делать. Я вспоминая такой случай, в одной из больниц я причащал бабушку 92-х лет, она рассказала свою историю. Я до 12 лет был верующим, ходила в храм, бабушка меня водила, я причащалась, потом стала комсомолкой, коммунисткой, директором института атеизма, не буду говорить где, вот, директором института атеизма, заметьте. И вот сейчас я, она в больнице увидела меня, священника, и позвала, чтобы я ее исповедовал, причастил. И вот сейчас я, вот после 12 лет, вот только сейчас я опять прихожу к Богу. То есть этот период безбожий, он может быть дольше или может быть короче, но те семена, которые в детстве заложили, они обязательно прорастут, особенно если родители усердно молятся за ребенка. Не забывайте, что самый тяжелый возраст жизни для детей, это начиная с их переходного возраста с 13 и где-то лет до 25-30, когда сил много, желаний много, ум острый, а опыта, духовной мудрости и прочего нету. То есть много искушений, а как с ними бороться, ребенок не знает. Конечно же, его начинают раздирать страсти, переданные по наследственной линии или самим ребенком приобретенные. Конечно же, его начинают, так сказать, сверстники тянуть в разные стороны, и бесы начинают на него нападать. И в этом мире защитить ребенка может только молитва родительская. Не забывайте, молитвами родителей строятся дома детей. Если вы это запомните, то вы будете знать, как сделать, чтобы дома, то есть судьба ваших детей, все-таки строилась правильно, хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!